Всем привет! С вами снова Света, это видео новости недели GoHa Weekly. Пока мы не виделись, появилась куча информации по корейским играм, свежее обновление, анонсы стима, а хотя чего я рассказываю, давайте вместе посмотрим. Разработчики Guild Wars 2 сообщили о том, что первый сезон World vs. World начнется 18 октября. Северную Америку разделили на три лиги, как и Европу, и в Северной Америке шесть лучших миров в составе золотой лиги будут лупить друг друга в течение семи недель. В конце каждого матча игроки будут получать бонусные сундуки, которые привязываются к аккаунту, а не персонажу. И что приятно, этот принцип будет работать всегда в World vs. World. Идет сезон или нет. 28 сентября состоялась презентация русской версии ArcheAge. По такому поводу локализатор игры компания Mail.ru устроила презентацию, куда пригласила прессу и представителей крупных кланов, которые собираются доминировать в новой долгожданной ММО. Первое и главное, что стало известно после мероприятия, базовая версия ArcheAge будет бесплатной, позволит прокачаться до максимума, построить дом или ферму. Премиум-аккаунты в игре тоже появятся, будут стоить 300 рублей и всяко упрощать жизнь своим владельцам, как по опыту, так и по очкам работы. В общем, все в рамках Free2Play. Правда, наличие специальных валют, которые будут начисляться на премиумы, которые можно будет покупать за реальные деньги, как игроки, так и некоторые представители прессы восприняли крайне негативно. К чему все это приведет, покажет время. А пока можно почитать отчет наших ребят о посещении мероприятия и посмотреть привезенные оттуда видео. На прошедшей 26 сентября в Корее конференции Black Desert Media Land Party объявили дату проведения первого корейского бета-тестирования игры. Набор участников пройдет с 1 по 10 октября, то есть он уже идет. Само тестирование с 17 по 23 октября. Список того, что можно будет посмотреть и потрогать на первом этапе за беты оказался внушительным. И осады, и ПК-ПВП, и система отношений с НПЦ, маунты, дома, уж квестов просто море. Больше 250 штук. Кстати, вся информация с конференции есть у нас в специально обновляемой теме в разделе игры. И в соседней теме скриншоты и видео. Все это, кстати, можно найти еще и на нашем фан-сайте blackdesertonline.ru. И сразу вторая радость для клуба ждунов корейских ММО. На прошедшей в Корее с 23 по 29 сентября конференции разработчиков KGC 2013 выступили разработчики из Neoviz Blest Studio, которая занимается MMORPG Blest. Они показали тонну разных фишек игры от создания персонажей до анимации объектов. Вся красота собрана в сводной теме, как водится, посвященном Blest разделе. Жаль, никаких данных относительно тестов нет, но по видео понятно, что игра все-таки стоит того, чтобы ее ждать. Инсайдерским видео порадовали и разработчики SVTOR. Так они решили популярно рассказать о том, что ждет игроков обновлений 2 и 4. 1 октября в игру добавили сюжетную зону Орикон, боевые арены 4 на 4, новые ежедневные задания для 55 уровня, операцию Dread Fortress и Dread Palace, организацию для системы репутации, сеты, маунтов и кучу других интересностей. Ив онлайн в ноябре ждет 20-е бесплатное обновление под названием Rubicon. Разработчики продолжат ребалансировать и вводить новые корабли, а управление таможенными постами передадут в руки игроков. Поменяют систему сертификатов, а экран выбора персонажа обещают переделать со всем. И контрольный Ив. Клиент Ив онлайн собираются интегрировать твич, и по традиции перевод и разбор по полочкам от модератора чертика есть у нас в разделе Ив. Новость для линейщиков, давно не бравших в руки шашку. Расчехляйте пушки. Началась регистрация на участие в All Mighty Championship, которая продлится до 7 октября. С 7 по 14 октября проверка команд и 14 старт. В четвертом сезоне формат соревнований открытого турнира будет 7 на 7, а местом проведения станет специальный европейский турнирный сервер. Бороться предстоит не только за ценные игровые призы, но и за билеты на вечеринку в честь пятилетия Lineage 2. Известный киберспортивный коллектив, если не сказать бренд, Natus Vincerev в содружестве с Virtus.pro анонсировал Лигу чемпионов по TOTA 2. По словам руководства Na'Vi, одна из целей организации такого мероприятия – качественно новый уровень онлайн-лиги, поэтому команды должны выкладываться на полную и получать за это бонусы. А бонусы обещаются нормальные такие 50 тысяч долларов призового фонда плюс 25 процентов выручки от продажи билетов DotaTV. В турнире примут участие 10 топовых команд России, Европы и США, а первые игры начнутся 16 октября. Подробности имена и расписание должны появиться в начале месяца. А на прошлой неделе у нас прошла премьера программы Versus в прямом эфире ведущие столкнули лбами представителей двух противоположных мобо-сообществ – дотеров и игроков в лол. Что из этого получилось, можно посмотреть на нашем канале. Sony и Naughty Dog продолжают кормить поклонников проекта The Last of Us с платными мультиплеерными дополнениями. 16 октября выйдет очередной пак с пыльными бурями, ночным городом и жирафами. Зато, наконец, есть капелька информации о первом сюжетном дополнении. Капелька в том, что выйдет оно в декабре-январе и там будет новый персонаж, связанный с основным сюжетом. Все эти дополнения выйдут в составе Season's Pass по цене 19 долларов и 99 центов вместе с шестью десятками различных головных уборов. Кроме того, оказалось, разработчики не шутили, когда говорили о возможной альтернативной концовке. Оказывается, игра могла закончиться музыкальной сценой-мюзиклом с участием Элли и Джоэла. Вот был бы разрыв шаблона. Пусть то, что употреблял творческий директор Нил Даркман, останется неизвестным, но сцену альтернативной концовки, когда герои вдруг начинают петь, все-таки сняли. Ценители серьезных сцен расслабьтесь. Все-таки то, что исполнитель роли Джоэла, актер Трой Бейкер, не подозревала смене сценария, подсказывает, что все это все-таки творческий эксперимент или попросту шутка. Electronic Arts и DICE опубликовали расширенное описание всех сетевых режимов Battlefield 4. От тотальной войны в режиме захват до лихорадочных перестрелок в совершенно новом истреблении. Любителям пострелять обещают еще более увлекательный и разнообразный мультиплеер в 7 сетевых режимах на 10 уровнях. Запуск планируется 1 октября в форме ограниченного доступа с 4 числа. Влиться в перестрелку смогут все желающие. Релиз ролевой игры Divinity Original Sin переносится с конца этого года аж на февраль 2014. Причина не отличается оригинальностью. Разработчики не хотят выходить на рынок с сырой игрой. Правда, уже в ноябре будет альфа-тест, в который пригласят кикстартер-бейкеров. Между прочим, именно они помогли игре собрать вдвое больше денег, чем было запланировано. Бета-версия должна увидеть свет в январе следующего года. На мобильных устройствах теперь можно поиграть в Shadowrun Returns, тактическую, киберпанк-рпг по расплетению магии и технологии в мрачном будущем. Как и в PC-шной версии, героя можно выбрать из шести типов. Доступны более 350 видов оружия, заклинаний и способностей. Играть можно как на Android-девайсах, так и на i-продукции. Игра полностью адаптирована по сенсорное управление и содержит полную игровую кампанию не меньше, чем на 12 часов прохождения. Valve на прошлой неделе закончила серию интригующих анонсов для своей гостиной. Сначала, напомню, была операционка SteamOS, затем консоль Steam Machines и третьим стал анонс оригинального контроллера. Valve в лучших традициях замахнулись на то, что новый девайс сможет полностью заменить клавиатуру и мышь во всех играх Steam, то есть попу поднимать с дивана не будет нужно. Часть этой задачи должны выполнять два больших трекпада, которые по замыслу разработчиков передают множество показателей. Скорость, пороги, текстуры – прямо фантастика. Частично это подтверждают первые появившиеся в сети отзывы западных игроков. Гвоздь в гроб клавиатуры должен забить сенсорный экран в центре контроллера. Он должен быть универсальным меню. Когда игрок прикасается к экрану, изображение менюшки вводится поверх игры, и можно подтверждать или выбирать действия. Правда, на прототипах, которые уже вовсю жмякают тестеры, экран заменили четыре кнопки. Даже в старых играх новый контроллер сможет выдавать себя за клаву и мышь благодаря специальному режиму совместимости. А кроме того, политика открытости коснется и разработки контроллера, так что Valve в скорости опубликует инструменты, с помощью которых пользователи смогут принять участие во всех аспектах разработки контроллера – от промышленного дизайна до электротехники. Какие видео, вышедшие на прошлой неделе, стоит посмотреть, если вдруг не посмотрели? Новый трейлер Assassin's Creed 4 Black Flag, в котором нам рассказывают об отдельных важных персонажах игры. Причем среди них есть как исторические, так и выдуманные. Для любителей всяческой жести – геймплей хоррора The Evil Within с мероприятия Eurogamer Expo. Игра разрабатывается японцами, так что кровь, кишки и все как надо. И, наконец, 30-минутная демка геймплея Beyond Two Souls для тех, кто не боится спойлеров. Ну и на этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал, смотрите новые программы, слушайте новые подкасты, читайте обзоры, участвуйте в форумных баталиях и играйте с удовольствием. Увидимся на следующей неделе после Игромира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok